касаемо взаимодействия ланскнехта и фехтовальщика будет такое значит случиться первое что значит приходит на ум что среди ста с лишним мастеров длинного меча в германии есть один ланскнехт есть еще несколько версий относительно того кто еще мог бы быть на сейчас я их собственно изложу в 1542 году аттестовался фельтон здесь из майсона который был шук нехтом вообще ланскнехт не единственное название для ланскнехта гораздо чаще в источниках называют просто кнехты то есть слуги но то обычных слуг тоже называют кнехты это создает некоторую проблему когда мы читаем в источниках они могут быть крикс кнехты то есть военные слуги фуз кнехты то есть пешие слуги шук нехты мне вроде бы не встречалась но вот этот самый фельд он здесь назван именно так но дальше есть приписка что вот такой то профессии то есть хандрак в смысле такое ручное ремесло по всей видимости он под мастерия масть собственного сапожника изготавливающего эти ботинки шу эту обувь вот поэтому едва ли он был действительностью ланскнехтом вторая версия значит кто еще мог бы быть это зеболь шильд кнехт вот на том же основании что вот у него есть корень кнехт в фамилии и что он мог бы быть в 1491 году он упомянут в первом составе братства в стол марка знаменитого братства фехтовальщика в германии но значит нигде в источниках уж точно мне не встречалось что шильд кнехт это имеет отношение к ланскнехтом то есть не фуз не крикс не ланс ничего такого вот поэтому если он имел какое-то отношение к военному делу то мы не знаем какое но по счастью у нас есть еще один значит ближайший соратник том же самом 1491 году есть петр войскирх который значит этот петр войскирх из франкфурта на майне который действительно был командиром отряда ланскнехтов и мы знаем минимум два документа в которых он именно в этом качестве упомянут вот что он руководил отрядом второй раз вообще примечателен потому что там подробно изложено значит обстоятельства его найма и найма его отряда это 1499 год уже значит и там что интересно этот самый петр войскирх санте верхом и в броне вот то есть он очевидно не хотел значит демонстрировать навыки бездоспешного фехтования в прямом бою и ни с каким двуручным мечом вставать куда-то в строй не спешил вот что в высшей степени разумно для него вот верхом и в броне она как-то поинтереснее вот что опять же показывает некоторый зазор между его деятельностью как мастера длинного меча я значит человек обучающего и аттестовывающего фехтовальщиков и его собственно военной практикой целом некоторые авторы трактатов были военными это не только правильно для немцев характерно там пьетро монта был фиора де либери был фигуэрэда если про какие-то там испано-португальские дела говорить тоже вроде был военным ну там наберется их сколько-то этих военных но важно что численно военных сильно меньше не в разы в порядке меньше среди мастеров фехтования чем не военно и это крайне показательно собственно дело так обстоит но вот давайте начнем с конкретных цифр в 1530 году император германский карл 5 габсбург отправляется в поход со 50-ти тысячным войском в течение этого первого месяца этого похода 30 тысяч человек из этих 50 умирают от голода тарам-парам-пам интенданты карл 5 явно сделали вывод и в 1536 году в походе карла 5 той же примерно численности армии 50 тысяч человек умрет всего 20 тысяч от голода ну 10 тысяч мы сохраним из этого делаем нехитрый вывод что значит основные шансы ваши на гибель связаны с собственно банально отсутствием провианта на всю эту толпу и поэтому вкладывать деньги в обучение человека фехтовальным навыкам зная что в первый месяц войны он с высокой долей вероятности умрет от голода это просто нецелесообразно давайте накинем сюда еще другие интересные вещи от значит обилие инфекционных заболеваний например связанных с ним ну из банального там а сконсепсис например никто не отменял вот у них нет представления об антисептике как таковой то есть любая хирургия полевая вполне может закончиться заражением со всеми вытекающими последствиями до реальной эпидемии которые косят эти самые армии и этой локальные вспышки чумы как был например в римском походе этой самой армии карла 5 и сифилиса который эпидемических масштабов достиг как раз начале 16 века то есть он в конце 15 века появляется первые значит в первой итальянской войне по-моему зафиксирован случай масса значит сифилиса в армии он собственно французский поход в королевство обеих сицилий заканчивается трагически вспышка этого самого сифилиса поэтому по всей европе сифилис называют французской болезнью и только французы называют его итальянской болезни вот того что они его там подхватили это кишечные заболевания всех возможных сортов и так далее и тому подобное соответственно основные у нас потери не просто основные там сильно значит сильно важнее это потеря не боевые конечно по сравнению с боевыми которых кот наплакал вот точно совершенно то есть соотношение пропорции тут явно в пользу не боевых про отсюда соответственно вопросу нецелесообразности обучения собственно наемников в боевому искусству с трактатами тут тоже очень симптоматичная ситуация вот есть ленхард франшпергер не только теоретик но и практик но и как теоретику он отметился дай боже он написал несколько трактатов каждый из этих трактатов сам по себе оружие это вот такой вот примерно в толщину том которым можно в целом покалечить человека без труда это деревянная толстенная обложка кованая значит металлом обшитая кожей там написано примерно про все включая количество мяса яиц на одного солдата в день согласно рекомендациям ленхарда франшпергера то есть вот про все что можно было написать ленхард франшпергер написал касаемо армии там немецких середины 15 века но самое интересное что количество упражнений по обучению солдат с обращением оружием в значит томах страницах абзацах и строчках измеряясь одним и тем же числом то есть равно нулю там вообще не упомянут этот вопрос для теоретика такого уровня для практика такого уровня это вопрос не имеет никакого в равном счетом значения и это крайне важно понимать как считают собственно эксперты и занимающиеся именно военной составляющей этого всего спасение утопающих было делом рук самих утопающих то есть были опытные военные обучали молодняк каким-то строевым приемом обращения с оружием чему-то как-то где-то пока они значит тащатся до боестолкновения строго говоря это самая наука обращение с пикой не очень-то сложно если вдуматься вот там гораздо важнее правильно разворачиваться слитно ходить слитно и так далее то есть это требует некоторые привычки выучки и так далее главное отключение мозга то есть вообще люди которые пробуют это сейчас очень ярко осознают что вот если вы просто слушаете командиры и делаете то что он говорит а так и самое эффективное что может быть соответственно от вас в отличие от фехтовальщика фехтование это крайне интеллектуально затратный вид деятельности вот мы постоянно что это постоянный анализ постоянные поиски почему это называют типа шахматы на скорости это требует реально концентрации анализа поиска решений всего такого в очень ограниченного времени вот ничего этого пикини урок не нужно вот и в целом пехоте значит того времени первые наставления что об обращении с оружием конечно появляются военных трактатах но уже в начале 17 века исландных ты полтора века существуют к тому моменту как в трактатах кто-то задумался о том а как нам вообще пехоту то учить вот это не было проблемой до этой поры начну самое ранее это пожалуй гравюрки де гейна который хорошо потом использовал якуб вальгаузен который очень известен с этим крикс кунст суфус то большой трактат 1615 по мгода где он описывает значит строевые упражнения с мушкетом которых сильно больше чем строевые упражнения с пикой спик у нее там 21 что ли там упражнения причем они все выглядят как значит типа пику держал опустил вот это уже упражнение неплохое для пикиниру очень ценное спору нет вот но в целом это не самая сложная интеллектуальная деятельность вот даже глядя на эти упражнения вот все это нас подводит к значит тому выводу который сформулирован в ту же самую эпоху но уже правда значит ну то есть если немцы идут в трактат и как-то косвенно упоминают этот вопрос боевой выучки каждого конкретного солдата то вот французские военные не стесняются они значит пишет чаще всего мемуары а не трактаты у них там жанр другой и поэтому они много очень личных своих оценок туда привносят и вот значит мнение двух французских военных вам изложу который удивительно солидарно значит в вопросе обучения солдат фехтовальному искусству это франсуа де лану и гаспар де таван это два человека которые поучаствуют во французских религиозных воинах они оба боевые самые что ни на есть гаспар де таван до религиозных войн еще отметился то есть он чуть ли не при повинниче там повоевал а франсуа де лану участвовал во всяких там дерзких прямо рейдах вылазках и так далее они там в 15 ром орлеан взяли однажды но то есть человек точно умел применять оружие в том числе в составе малой группы и значит в личном ну почти один на один поединке до при захвате толсан орлеан так вот они пишут что фехтование то очень классная штука для развития значит разных навыков но он говорит классно там будьте ловчее быстрее атлетичные но и в целом полезными для развития вещь много если мы про войну то лучше проверить и хорошо ли подкован ваш конь почистите и смажьте пистолеты это куда больше пользы вам принесет вот там в боестолкновение нежели вот это вот все значит они конечно слегка лукавят потому что фехтование особенного французской армии 1 полон 16 века все-таки было нужно но был нужно она в исключительно для дуэль то есть именно в среде военных и в первую очередь военных воюющих в италии в первый план 16 века не только собственно итальянских но и всех остальных то есть он из италии попадает ко всем остальным военным рождается вот этот обычай дуэли когда один другого вызывает и они там где-нибудь в кустах друг друга самозабвенно режут с применением значит всяких разных острых предметов без брони вот и там-то как раз можно это все поиспользовать эти все фехтовальные навыки но пожалуй там и только там что собственно неудивительно ну то есть давайте спроецируем эту ситуацию на какое-то наше время и потребуем от каждого солдата значит который воюет в современном военном конфликте быть обязательно мастером рукопашного боя олимпийским чемпионам по стрельбе значит смешно абсолютно точно то есть большая часть задач которые он выполняет едва ли связаны именно с достижением такого уровня значит боевой подготовки как озвученная вот ровно тоже характерные для 16-18 века поэтому лишний раз искать значит какие-то там реминесценции на тему значит выдающийся фехтовальной подготовки кого бы то ни было в армиях вот это просто излишний труд как мне кажется но в целом есть разница в психологии профессиональных военных в том числе ланскнехтов значит и гражданских лиц обучающихся фехтованию разница это ярко проявляется в конфликтах собственно между теми и другими в том числе в конфликтах с применением холодного оружия значит ланскнехты если уж они значит на гражданск на гражданке достают оружие его применяют любят это делать а в составе группы б значит против неподготовленной и желательно не готовы к сопротивлению жертвы то есть если уж они идут на этот риск то они его минимизируют для себя со всеми вытекающими последствиями если же они спровоцированы на драку вот кем-то из гражданских то они как раз в большинстве случаев стараются ну то есть есть случаи там в ауксбурге когда их там задевали специально они стараются по максимуму этого дела избегать но если вдруг они вступают то это выглядит совершенно не как бы ну далеко не как в фильме да то есть если вы себе представляете какие-то там сейчас вот значит рапирные дуэли такие между гражданскими и ланскнехтами то нет ничего такого не происходит это драка резня значит буквально кинжалами и там разбивание кружек мисок тарелок стульев в этом самом кабаке вот то есть это довольно таки зверски выглядит значит тасканием за волосы борды и так далее вот то есть как баланс кнефт отнюдь не стремится к чистоте фехтовального искусства то есть он решает другую задачу до из уничтожения физически противника минимальную минимальными средствами за минимальное время вот нет нужды собственно изображать что-то такое красивое цивилизованное вот хотя бога бы не среди ланскнехтов где обычай дуэли например не распространена среди там французов например там вполне себе ценится значит талант фехтовальщика и многие люди которые на гражданке хорошо фехтовали вот потом спасаются от праведного гнева правосудия в этих самых отрядах их просто зачисляют ночь в роту делают им карьеру и таким образом делают их недосягаемыми для властей вот то есть в целом среди военных есть некоторые уважения по отношению к людям которые умеют обращаться с оружием да в личном порядке но это не является скажем так обязательно профессиональным требованием и